Всем привет! Мой сегодняшний маленький обзор посвящен моим маленьким, но няшным покупочкам соли и походу в магазин за покупкой босоножек. Начну, пожалуй, с гребешка. Вот такой вот маленький гребешок из вишневого дерева. Очень хорошо помещается в сумочке. Кстати, прекрасно расчесывает волосы. Действительно не электричит, как было сказано у продавца. Вообще он стоил 31 рубль, и я его даже купила в основном из-за, а дойдет ли посылка. Посылка дошла, шла примерно месяц. В общем, откладываем его. А вот это, можно сказать, мечта идиота. Я такую обезьянку увидела на лайте и хотела ее купить буквально года два с лишним подряд. Она стоила то 2500, то 600, то 700. Ну, так сказать, жаба меня душила. Обезьянка в коллекцию. Я не знаю, как она по счету. Может быть, 170. Надо будет как-нибудь в них разобраться. Не знаю, буду ли делать обзор и нужно ли это. Обезьянка сочетает в себе и обезьянку в коллекцию. И, как вы уже, думаю, заметили, это ситечка такой своеобразная. Вот под него такая стоечка. Он, правда, не стоит в нем. Оно вот открывается. Я его уже обновляла зеленым чаем, который покупала год назад в Плесе в своем путешествии. Сюда закладывается заварочка. Она закрывается. Так, вот так. И опускается в чашку. Конечно, у меня сейчас она без заварки, но могу продемонстрировать. Держится она на руках. Лапки можно опустить. Можно даже держать на одной лапке. Вот так. Ну и последняя моя покупочка, которой я очень довольна. Кстати, обезьянка стоила 155 рублей всего лишь вместе с доставкой. И шла тоже где-то около месяца. Это мои, мне кажется, на мой взгляд, шикарные и не совсем обычные для меня босоножки. Вообще, необычные в том плане, что я не люблю всю эту фигню. Она обычно быстро отваливается. Но я так поняла, что сейчас модно и сложно найти что-то на 35 размер. Приличная и чтобы нигде не жала, не мяла, не натирала и без всяких там а-ля повитостей. Сзади змеечка. Черные очень удобные. Они через пальчик. Похожи немножко на сланцы, но при этом как босоножечки. И с небольшой платформочкой. Вообще, я искала без платформы, но плоских я так поняла, что, видать, мне не судьба была купить. В общем, вот такие босоножечки. Вот так. 550 рублей. Есть у нас такой магазин, местное название Русь. Там, в принципе, недорогая, но очень хорошая обувь. Можно сказать, я им рекламу сделала. И вот такие брючки, джинсики. Производство Турция. 42 размер. 95% хлопок и 5% лайкро. Надеюсь, там видно. Вот они вот такие вот. Немножко ширковатые. И тоже 550. Совершенно случайно. Они мне просто очень понравились. Я решила, что, в принципе, почему бы и нет, если подойдут. Ну и, наверное, на этом пока все. Когда-нибудь я запишу все-таки видео о своей парфюмерии. И да, сейчас я очень люблю пользоваться вот этой вот водичкой. Ретропикаль. Лимитка и Фраше. В каком-то году была издана. И когда она вышла, она мне совершенно не понравилась. Ну, вот в поменяшках она мне досталась за натюрель. И теперь она мои любимые духи. Всем спасибо за просмотр. Если вы засмотрели меня до конца, то... Окей, пока.